Вот, а сейчас мы вот в весеннем лесу собираем сморчки, ну-ка, вернее, даже так, сморчковая шапочка. Мы вообще думали, что они здесь не растут. И в Красную книгу в Вологодской области занесены. Вот, и совершенно случайно, два года назад, их нашли. И, что интересно, что вот по той же самой грибнице, они снова и снова растут. Ну, это один момент. Второй момент, почему в Красной книге? Скорее всего, потому что по весне не собирают. Да их никто, наверное, и не собирает, и никто их и не ищет. И вообще считают, что здесь у нас они не растут. Но на самом деле они растут. Да, и достаточно. Вот еще вот здесь, вот внизу, вот, смотри. Вот-вот, ниже, ниже. Точно, вон они, вот, вон еще. И вот, что интересно. Во-первых, они растут вместе с пятицами, с аркацитами, вот с этими красками. Так, вот, по склончику, ага. Какой-то товарищ в интернете писал, что в морсовый шапочек надо, необходимо открутить ножку, ножка якобы несъедобная. Вот, но на самом деле ножки даже вкуснее, чем шляпки. Ну, это, нет, но с вкусами не спорят, конечно. Ну, мне такого-то больше нравится. Ну, понятно. У них ярко выраженный вкус. Вон они, смотри, какие. Да-да-да. Вот, потому и называются шапочки, что их можно снять, как шляпу. Угу. Отдельно ножка, отдельно шляпка. Хорошо. Так, вот еще. Так, у-у-у. Раз, два, три, четыре, пять. Какие будешь? Вот эту семейку, да? Вот эту семейку. Ну, давай, давай. Вот здесь вот они на длинных ножках. Да-да-да. А вот под Белозерском вообще без ножек. Мы были 5 мая под Белозерском, да? Ножки практически одинаковые со шляпками. Угу. И шляпки. Так, вот еще. О, какая красивая. Слушай, вот эту вот. Угу. Красиво, да. Вот. Да. Сейчас у нас 12 мая. Сегодня у нас 12 мая. Ага. Сморковые шапочки считаются наравне с белыми греками по вкусу. Все, понял? А нет. Хорошо. Так, и вот. Вот этот ряд. Ага. Я вон оттуда зайду. Вон они. Нет, так вот. Вон под камешком. Ага. Ну, давай так. Хорошо. Вот это красиво. Ага. Вот растут они в семьях, причем семьях такие часто бывают очень. Ну, вот здесь, вот в этой семье сколько ты считала? 15 или 16? Угу. Их можно не отваривать. Их прямо так и жарить. Ну, не знаю. Поварить? Нет. Тут, да, народ-то... Дело в том, что Вишневский в своей книге грибах пишет, что не надо их отваривать. И вот эти сразу можно есть. Ну, я так думаю, что все-таки лучше поварить. Почему? Потому что они все равно какие-то жестковатые, если их просто так пожарить. Ну да, всякое бывает. Ясно. Ну, вот лес. Лес, вот сейчас, который мы... Ну, это молодые осины, березы, вот, где-то вот канавы вырыты, милиративные, вот камни тут, в общем, лес вот такой. Ну, вот пока все. Ну, вот.